МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости этого дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Кто виновен в ростовской трагедии? Последние новости о расследовании авиакатастрофы, унесшей жизни 62-х человек. Эхо стамбульского взрыва. Кто стоит за очередным кровавым терактом в Турции? Как брали Абдесалам? Подробности успешного рейда в Маленбеке по задержанию парижского террориста. Неравные права для фестиваля равенства. Во Львове ЛГБТ-фестиваль закончился беспорядками. 62 человека, в том числе 8 украинцев, погибли в результате крушения самолета в аэропорту российского Ростова. Пассажирский Боинг 737, принадлежавший компании «Флай Дубай», разбился при заходе на посадку в 3 часа 40 минут утра по Москве. Подробности трагедии и первые версии произошедшего далее в сюжете. Это первые кадры крушения арабского Боинга. Стремительное падение и взрыв зафиксировала камера видеонаблюдения. Посадить самолет пилоты пытались дважды. После первой неудачной попытки лайнер кружил в небе более двух часов. Но вторая оказалась фатальной. 55 пассажиров, в том числе четверо детей, а также 7 членов международного экипажа. Все погибли. Пресс-конференцию в Дубае генеральный директор авиаперевозчика начинает с минуты молчания. Почти за 8 лет существования авиалиний – это первая катастрофа. Причины аварии могут быть разные. Мы узнаем о них, когда закончится расследование. Насколько нам известно, аэропорт был открыт, и мы действовали правильно. О влиянии погодных условий пока говорить слишком рано. Также я могу подтвердить, что никакого сигнала бедствия пилоты не подавали. Первый и второй пилоты авиакомпании «Киприот» и «Испанец» имели огромный опыт работы. У каждого более 5000 летных часов. Никаких признаков паники они не подают и в разговоре с диспетчерами, который уже обнародован. Что касается обстоятельств катастрофы, то здесь много вопросов. Самолет буквально разлетелся на части. Но ростовские метеорологи заявляют, лайнер попал в струйное течение. Это поток сильного ветра. В доме, если грязь, я взглянула на пол, а небо все красное. Такого красного цвета. Буквально несколько секунд еще, и все прекратилось. Что-то подумал три раза. А тут сразу уже прямо выработали. В самолете находились граждане девяти государств. Среди пассажиров восемь украинцев. В компании «Боинг» уже заявили, что готовы оказать техническую помощь в расследовании. Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт как минимум до завтра. А «Флай Дубай» отправила в Россию своих экспертов. И просит пока не настаивать на версии теракта. Надежда Павла Квачкова, подробности, телеканал «Интер». Дипломатам и родственникам погибших обеспечат доступ к телам их близких. Об этом договорились руководители внешнеполитических ведомств Украины и России. В телефонном разговоре Павел Климкин и Сергей Лавров обменялись соболезнованиями в связи с гибелью людей. Украинские дипломаты говорят, что с родными всех погибших они уже связались. И сейчас решается вопрос об их прибытии и размещении в Ростове-на-Дону. И самую последнюю информацию на месте трагедии сейчас выясняет наш российский сапкорд Данил Русаков. Ближе к концу выпуска обязательно свяжемся с ним, чтобы узнать самые последние новости. Украинцев среди пострадавших во взрыве в Стамбуле нет. Об этом заявляет украинский МИД. Всего же на оживленной улице Истекляль погибло пятеро человек, а 36 получили ранения. Все подробности кровавой драмы далее в сюжете. Так выглядит улица Истекляль в обычной выходной. Это популярное место шопинга в самом центре Стамбула. А так выглядит эта улица сегодня. Взрыв произошел утром неподалеку от полицейского участка. Бомбу привел в действие смертник. Скорая забрала с места происшествия 36 раненых. Несколько из них в тяжелом состоянии. Многие пострадавшие иностранцы. Из-за взрыва смертника на месте погибли трое. Еще трое раненых находятся сейчас в критическом состоянии. Один только что умер в больнице. На этих кадрах виден сам взрыв. Полиция изучает видео с камер наблюдения. По версии правоохранительных органов террорист должен был подорвать себя в более людном месте. Но поторопился нажать на кнопку детонатора, завидев полицейских. В Стамбуле усилены меры безопасности из-за террористической угрозы. Нынешний теракт уже четвертый с начала года. На прошлой неделе взрыв произошел в столице страны Анкаре. Тогда погибли 37 человек. Власти подозревают в причастности к сегодняшнему взрыву запрещенную в стране Курдскую рабочую партию или Исламское государство. Напомню, Турция участвует в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Террор снова показал нам свое ужасное лицо, выбрав целью мирных граждан. Наша борьба с терроризмом теперь будет более усердной как в стране, так и за ее пределами. Того же мы ждем от всего мира, в том числе от Европы. Чтобы победить терроризм, следует объединить наши силы. Смертник в Стамбуле действовал не один. К вечеру представители полиции заявили о задержании одного из участников преступления. Его имя не разглашают. Тем временем правоохранители обнаружили машину со взрывчаткой в городе Хани в провинции Диарбакир. Автомобиль со 150 килограммами взрывчатки был припаркован у городской администрации. Анна Гороженко, подробности, телеканал Интер. Минутой молчания почтил память погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону и жертв теракта в Турции президент Украины. К сожалению, сегодня у нас очень печальные новости из Анкары и из России. В России и в Ростове произошло крушение пассажирского Боинга 737 компании «Флай Дубай». И среди 62 погибших было 8 украинцев. Давайте почтим память погибших минутой молчания. Слова соболезнования президент произнес в ходе работы новосозданного Международного консультативного совета. Сегодня состоялось его первое заседание. Среди участников бывшие премьеры Австралии, Словакии и Литвы. Тони Эббот, Микул Аждин Дзюринда и Андрюс Кубилюс. Руководитель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок и бывший глава польского МИДа Радослав Сикорский. Один из консультантов и вице-премьер Польши Лешик Бальцерович, фамилия которого, кстати, звучала среди претендентов на пост премьер-министра в Украине. Во время заседания Порошенко выразил надежду, что рекомендации признанных международных политиков помогут Украине пережить сложные времена. Каждый из вас в вашей собственной стране был в свое время отцом определенного чуда, экономического, демократического. Поэтому хотел бы объединить наши усилия, чтобы достичь результатов и привнести в Украину позитивные вещи. Это, конечно, ваша борьба, но у нас есть четкое ощущение, что это и наша борьба, потому что, когда свободу притесняют в одной части мира, то, значит, она притесняется во всем мире. В парламентской коалиции прибудет, по данным издания «Зеркало недели», президент Порошенко и премьер Яценюк договорились о вхождении в нее парламентской группы «Видроджиня». Таким образом, большинство пополнится еще на 22 голоса. Напомню, фракции «Самопомич» и «Батькивщина» в феврале объявили о своем выходе из коалиции. Масштабную провокацию готовят боевики на Мариупольском направлении. Из Донецка туда направили два автобуса с диверсантами. При этом продолжаются обстрелы наших позиций сразу на нескольких направлениях. Подробности в сюжете Александра Пантелеймонова. Противник все больше забывает о каких-либо ограничениях или запретах на использование тяжелого вооружения. Вот здесь, под Павлополем, уже использовали тяжелые минометы, на других участках уже давно бьют и с гаубиц, и даже танков. И постоянно охотятся вражеские снайперы и держат в напряжении наших бойцов. Может быть один день тишина, может быть обстрелы. Обстрелы в основном начинаются с вечера, только начинает садиться солнце. Работает постоянно «Покемон», это круглосуточно он работает. Периодически снайпера, группы ДРГ выходят. Обстрелы минометные вчера был 120-е, 80-е. Наши военные открывают огонь только в случае крайней необходимости. В наличии только легкое вооружение. По тей баллице камешеватей проходят, диверсийные группы. Вот так вот, мы даем степлик, работаем, ну, с таком. Ну, часом за ГС туда кинем пару штук. Если есть нам загроза, а если нет, то мы ничего не делаем. По последним разведданным, на той стороне готовят новые провокации. На этот раз на своей территории, для того, чтобы настроить местных против украинской армии и, возможно, попытаться таким образом пополнить ряды боевиков. В район Безыменного прибыло два автобуса с вооруженными людьми, переодетыми в форму украинских вооруженных сил и шевронами правого сектора, ДУК-правый сектор. Задача этой группы – совершение диверсий и провокации на оккупированной территории. В последнее время все чаще появляется информация о пополнении контингента боевиков российскими военными разведчиками, после чего зачастую следуют обстрелы из ствольной артиллерии и дерзкие вылазки диверсантов. Наша разведка, к счастью, научилась узнавать об этом заблаговременно. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности. Телеканал Интер. А в Кривом Роге открыли первый в Украине памятник погибшим бойцам АТО. Прототипом для четырехметровой фигуры воина послужил реальный участник боевых действий – минометчик-киборг, защищавший Донецкий аэропорт Евгений Абросимов с позывным «Абрикос». На церемонию открытия монумента собрались сотни горожан. Они принесли цветы, зажгли свечи, чтобы таким образом почтить память погибших земляков. С начала антитеррористической операции на востоке страны в боях погибли 102 жителя Кривого Рога. Инициаторы установки памятника – ветераны АТО и семьи погибших бойцов. А городские власти поддержали эту инициативу. Это первый памятник на Украине, который открыт для воинов АТО. Хочется сказать отдельно слова благодарности городской власти. Помощь окажется всем участникам АТО. Помощь окажется воинским подразделениям, воинским частям, частям, которые дислоцированы в городе Кривой Рог. Мы все делаем для того, чтобы поддерживать наших бойцов в АТО и семьи погибших. Мы все делаем и будем всегда делать. Канада расширила список санкций против России. В него вошли дополнительно 14 компаний и 5 физических лиц. В МИДе Канады заверили, что санкции не отменят, пока Россия не выполнит все условия Минских соглашений. Примечательно, что крымские предприятия внесли в отдельный список, так как в Атаве считают их украинскими. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Канада говорит, что она демонстративно делается для того, чтобы сберегать тиск на Россию и для того, чтобы продемонстрировать невызнание аннексии Крыма. В последний час россияне, российские дипломаты, политики много говорили про то, что они собираются нормализовать отношения с новым урядом, который появился в Канаде. Кто-то даже договорился до того, что Канада сейчас должен увидеть закрытые очки на аннексию Крыма. Я думаю, что это решение является лучшим ответом на эти разговоры. Российский МИД уже заявил, что в ответ на канадские санкции примет свои контрмеры. В сообщении ведомства также говорится, что Россия разочарована таким недружественным шагом нового канадского правительства. В Бельгии чуть ли не день национального праздника. Вчерашнее задержание Салаха Абдесалама транслируют по телевидению. Лидеры Франции и Бельгии поздравляют друг друга. Но тем не менее, напряжение между французами и бельгийцами по-прежнему растет. Почему, знает София Гордиенко. И вот кадры момента задержания Салаха Абдеслама. Полицейские еще толком не знают, этот сопротивляющийся человек, тот самый разыскиваемый террорист. Выходец из Моленбека. Чуть позже из квартиры выволокают его соучастника. Задержат и семью, которая дала приют террористу. Три месяца Бельгия скрывался в своем родном районе. Это значит, что сеть сочувствующих террористам здесь весьма развита. И Моленбек как был, так и остается районом вне закона. Франсуа Алланд поздравляет Шарля Мишеля. Их по очереди поздравляет Обама. Но после минуты славы на бельгийцев обрушился шквал критики. Ведь не органы правопорядка вычислили беглеца. Его сдали. По неподтвержденной информации кто-то из членов семьи. Моленбек, это три улицы. И там творится черт знает что. И за 130 наших погибших мы должны благодарить бельгийцев, которые не могут у себя навести порядок. Бельгийские эксперты с обвинениями согласны, но говорят, во Франции тоже не все гладко. У Франции свои ошибки. Она не видела подготовку к терактам в Шарли-Ебдо. Да и приготовления к ноябрьским терактам не заметила. А еще французы упустили беглецов. Так что обе страны виноваты. После ночи в больнице Абдесалама с подельником перевезли в тюрьму Брюгге. Сейчас стоит вопрос о его экстрадиции. Джихадист по национальности француз. К тому же преступление совершил на территории Франции. Но у него свои планы. Вот что сказал адвокат. Я точно могу сказать сейчас, что он не согласится на экстрадицию во Францию. Для юстиции самый важный вопрос, будет ли говорить задержанный беглец. Его свидетельства могут пролить свет на то, как работает террористическая сеть в Европе. Впрочем, обычно пойманные террористы выбирают молчание. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель. Руководство полиции в Рименской области крышует незаконную добычу янтаря. Это сегодня наконец-то признали в службе безопасности Украины. По данным СБУ, на одном из месторождений наряд полиции обнаружил группу старателей, которые с помощью трех мотопомп добывали янтарь. Вызвали группу быстрого реагирования, но вместо подкрепления полицейские получили звонок от замначальника райотдела с приказом покинуть место. Те выполнять приказ отказались, а вскоре на месторождение приехал начальник одного из подразделений областной нацполиции и руководитель райотдела. В СБУ говорят, что используя давление, начальство убедило подчиненных не мешать работе старателей. По факту злоупотребления властью и служебным положением, служба безопасности открыла уголовное производство. Клумба не помеха. В Мельницком пьяный подполковник фельдъегерской службы устроил ДТП. Выехал на пешеходную улицу и протаранил бетонное ограждение. Как все было, расскажет Ольга Паломарюк. Улица Проскуровская, центр Хмельницкого. Здесь любят отдыхать молодежь, часто гуляют мамы с колясками. Вчера около 10 вечера прохожих не на шутку напугал автомобиль с полицейскими номерами. Легковушка выехала на пешеходную улицу и врезалась в бетонную клумбу. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель остановился не сразу, через метров 200. Вот человек пьяный за рулем машины, снизил бомбу загороджения на дороге и пришел сюда. Вы видели, как встало? Да. Он что, на широкости ехал? Километров 35, потом остановился посередине и дальше начал ехать. Очевидца рассказывает, в машине также находился ребенок. Девочка лет 12. По всей видимости, это дочь водителя, она не пострадала. А вот мужчина вел себя неадекватно. Патрульным, которые прибыли на место ДТП, угрожал. Начал бьетесь полицейский, но они его показали. Ему сказали, выйдя из машины, он ничего не сказал, не открывался. Как оказалось, водитель автомобиля – начальник фельдегерской службы Хмельницкого. Эта госструктура отвечает за доставку корреспонденции особой важности. Экспертиза обнаружила в крови нарушителя более 2 промилле алкоголя. Сейчас полиция решает, что делать с подполковником и почему в нерабочее время он разъезжал на служебном автомобиле, да еще и в нетрезвом состоянии. В самом Хмельницком же говорят, это случай, в который раз доказывает, что людям в погонах правила не писаны. Ольга Поломрюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер. А во Львове на дороге разошлась трезвая блондинка. По словам полицейских, Порше Каена не остановили, потому что водитель не включил поворот во время маневра на дороге. Но платить штраф 425 гривен нарушительница отказалась. Более того, стала хамить и даже угрожала патрульным увольнением. Вскоре из автомобиля вышел мужчина, сказал, что он юрист и начал кому-то звонить. В протоколе нарушительница указала, что работает в университете имени Ивана Франко. А еще написала, включить поворот ей помешала шуба. Во Львовском национальном университете прокомментировать инцидент со своей сотрудницей пообещали в понедельник. Произошел во Львове сегодня инцидент помасштабнее. Беспорядками закончился фестиваль равенства. Участников ЛГБТ-собрания закидали камнями. Кто и почему, все подробности знает Галина Якушко. Взрыв пакеты, камни, погоня. Так закончился фестиваль равенства во Львове. А с утра все начиналось вполне спокойно. В один из отелей в центре города сходятся посетители. У входа охрана. Внутрь пускают только по приглашениям. Здесь конференция ЛГБД-общества. В последний момент от парада им пришлось отказаться. Ночью суд по настоянию местных властей запретил проведение в городе любых массовых акций. Мы неодноразово вертались до Львовской міськой рады, до пана Садового, с пропозицией поддерживать наш фестиваль. Потому что он был поддержан в Киеве у повноваженной Сверховной Рады с правой людьми. Но не получили никакой ответственности. В мэрии свои действия объясняют заботой об общественном порядке. Дескать, получили сразу несколько заявок на проведение массовых акций в центре города. Во избежание стычек решили запретить все. Кодексом административного судочинства, решением Конституционного суду, есть предположено наш обязанность вертаться к суду в случае возможности виртуального порушения громадского порядка. Впрочем, порядок все-таки нарушили. Через час после начала конференции к зданию отеля потянулись несколько сотен мужчин в балаклавах. Требовали прекратить фестиваль равенства. Можно, чтобы мы написали там коллективную заявку про то, чтобы вы выполнили решение суду и разгнали оцей шабаш цены проживания? На место прибыл сам начальник Львовской областной полиции. Говорит, провокации не допустят. Мы готовы до всяких подий, до всякого развития подий. В любом случае мы обеспечили охрану громадского порядка. Отбывся он или не отбывся. Но раз есть решение суду, решение суду должно быть выполнено. Но без провокаций не обошлось. Ближе к вечеру в полицию поступил звонок. Отель, где проходит ЛГБТ-конференция, заминирован. Правоохранители начали эвакуировать участников. Но парни в балаклавах, которые все это время дежурили рядом, стали забрасывать автобусы камнями и взрыв-пакетами. Активистов ЛГБТ-движения спешно увезли. По данным полиции, никто не пострадал. Глина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер и ВОВ. Поддельный документ стоимостью квартиры. Как пользуясь несуществующим решением суда, за спиной у настоящих собственников можно получить документы на жилье в центре Киева, да еще попытаться его продать. О схеме мошенников, которая все чаще встречается в последнее время, расскажет Ярослав Кречко. В руках Любови Михайловны целая папка. Обращение в полицию, суды, регистрационную службу и главный документ – свидетельство о праве собственности на квартиру. Свое жилье осенью прошлого года женщина сдала в аренду. И началось самое интересное. В конце лютого месяца я узнаю, что моя квартира переписана на совсем другую физическую особу. И в государственном реестре фигурует прозвище не моё, а Розуменко. Квартира не была ни в ипотеке, квартира не была ни заставлена, ни где. То есть никаких обтяжений на квартиру не выносилось. Схема, по которой действовали мошенники, не нова. Подделали решение апелляционного суда Житомирской области. У квартиры якобы появился новый собственник. С этой подделкой злоумышленники обратились в регистрационную службу, где получили свидетельство о праве собственности на новое имя. Любовь Михайловна обратилась в полицию. И следователи уже получили ответ из апелляционного суда Житомирской области. Дело по квартире номер 3 на Киевской улице Дмитриевской, 56, там не рассматривали. Накладенный арешт на данное помешкание. Вживаются заходы о подальшем рассмотрении всех фигурантов данной справы. Та особа, на которую право властности на поточный момент зарегистрировано, эта особа пребывает в розшуку. Но мошенники не останавливаются. По словам адвоката, уже выписана доверенность от имени псевдо-собственника на продажу квартиры. И в ближайшие дни злоумышленники попытаются провернуть сделку. Вот тогда возвращение квартиры законному собственнику через суды может занять несколько лет. Есть информация, что уже подроблено решение суду о скасывании этого арешта. Фактически перепоны снимаются. И люди, которые имеют намерение завладеть квартиру, идут к нотарию, совершают правоохранение, про переход право властности. Это можно вот так вот, за одним махом, внести изменения и поменять властника. Но назад вернуть, действительно, фактические вещи, правдивые вещи. Все нужно пороги убить, я вам скажу, листов написать. Мало того, все нужно каждому пинок, извините, под зад, чтобы человек что-то сделал. Бывшие квартиранты Любови Михайловны пропали и на звонки не отвечают. Еще вчера мы попросили прокомментировать расследование этого дела Управление нацполиции в столице и прокуратуру Киева. В понедельник ждем ответ на наши запросы. Ярослав Кречко, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. На ближайшей пленарной неделе нардепы должны принять соответствующие законы и восстановить финансирование ПТУ на уровне прошлого года. С таким требованием выступает оппозиционный блок. Из-за решения правительства перевести профтехучилища на баланс местных бюджетов 78 ПТУ в 14 областях не получили ни копейки. Под угрозой вся отрасль профтехобразования, а это свыше 800 учреждений и более 300 тысяч учеников. Трагедия в США. В штате Техас в собственном доме убиты дочери украинского пианиста Вадима Холоденко. Все подробности выяснял наш Сапкор в США Тихон Зятко. Что произошло в доме, в котором жила бывшая жена Вадима Холоденко с их двумя дочерьми? Полиция сейчас ищет ответ на этот вопрос и восстанавливает детали произошедшего. Жуткую картину в техасском Бенбруке застал сам Вадим Холоденко, когда рано утром зашел в дом к бывшей жене за дочерьми. Пятилетняя Ника и годовалая Микела лежали мертвы в своих кроватях. Бывшая супруга музыканта София Цыганкова находилась дома, на ее теле было несколько колотых ран. Вадим Холоденко тут же позвонил 911 и на место происшествия приехала полиция. Когда господин Холоденко пришел, он обнаружил мать детей, разбитую горем, и тела дочерей. Он сотрудничает со следствием. Сейчас у нас нет подозрений в его адрес. Обстоятельства преступления по-прежнему неясны, как и то, кто стоит за убийством. Известно, что полицейские не обнаружили следов взлома в доме, на телах девочек не обнаружили травм. Главный свидетель, их мать, сейчас находится в больнице, ее прооперировали. Как только женщина поправится, ее направят на психологическое обследование. И, возможно, именно она сможет дать ответ на вопрос, что же произошло в доме. Куда, к слову, полицейским раньше приходилось приезжать дважды. С чем были связаны вызовы, правда, неизвестно. Где находится Вадим Холоденко, неизвестно также. Представитель полиции говорит, что он недалеко от города. Холоденко родом из Киева, с 2010 по 2013 год был аспирантом Московской консерватории. После этого, выиграв конкурс имени Ивана Клиберна, перебрался с семьей в США. В день убийства дочерей Холоденко должен был выступать с концертом в городе Форт-Уэрт. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. И вернемся в российский Ростов. Там продолжают выяснять причины авиакатастрофы. Унижает 62 жизни. Последние данные собрал Данил Русаков. Данил, какие у тебя самые последние новости? Да, Леша, здравствуй. Сейчас в Ростове-на-Дону минусовая температура, падает снег. Правда, ветра вот как был утром нет. А работы на месте крушения самолета, они продолжаются. Основная версия, которую сейчас выдвигают представители следственного комитета, выглядит так. Это может быть ошибка пилотов или даже какой-то технический сбой в самих механизмах самолета. Известно, что воздушное судно потерпело катастрофу прямо на взлетно-посадочной полосе. Сейчас же на территории аэропорта продолжают находиться обломки самолета. С ними проводятся следственные мероприятия. Также подключены авиакционные эксперты. А весь сегодняшний день сам аэропорт Ростова-на-Дону не работал на прием пассажиров. Самолеты отправляли в соседнее Ставрополье, в аэропорт Минеральные воды или в Краснодар. Туда же, как стало известно, в столицу Кубани направились и родственники погибших. Их отвезли туда на самолете, разместили, отправили туда трансфер. Сейчас некоторые из них прибыли в Ростов-на-Дону и ожидают опознания в моргах своих близких. Что интересно, вот примерно такой же маршрут придется проделать. В том смысле, что приехать из Краснодара в Ростов. В частности, адвокатом Надежды Савченко. Дело в том, что аэропорт не будет работать даже завтра. У нас перед эфиром удалось записать комментарий Марка Фегина, предлагая послушать, что он нам сказал. Если не будет открыт аэропорт, то мы с Николаем Полозовым поедем на машине или через радар полетим. От Краснодара это еще 400 километров до Каменска, где мы остановимся. Может быть и машины по дороге сломаться, все что угодно. Просто сегодня аэропорт закрыт. Но вот эти обстоятельства исключительные, кто их мог предполагать, они сейчас могут сильно повлиять на присутствие прессы. Потому что далеко не все могут на машине доехать, потому что мне звонят иностранные журналисты, им же надо прилететь. Алексей, на самом деле это вся информация на текущий момент, которая у меня есть. Мы работаем на месте событий и продолжаем следить за тем, что тут происходит. Спасибо, Данила, и за эту информацию. На связи с подробностями был наш российский САПКОР Данил Русаков. Дети войны. На глазах у 9-летней Насти. Села Водяное. За полгода умерли трое близких людей. Сейчас девочка живет с бабушкой там же в препаратовом селе. А чиновники думают, оставлять их вместе или забрать ребенка в детский дом. Война, когда стреляют. И снаряды ложатся возле твоего дома. На этих кадрах, снятых в селе Водяном, ее еще живая мама Лиза. Тогда снаряд боевиков разорвался в нескольких метрах от них. Погиб друг мамы. А у нее самой обострилась старая болезнь. 40 дней назад Лизы не стало. Я говорю, Лизы нету. Я слышу, она резко так проснулась. Я когда зашла, у нее такое выражение лица. Она так на меня смотрит. Говорит, ты пошутила, чтобы никто тебе не звонил? Говорю, нет, внучечка, мама умерла. Она говорит, она спит, посмотри. Я говорю, нет. Она кричала, сильно кричала. Она футболку на себе разодрала. Пуговка. Так ласково называют девочку наши военные. Регулярно приходили к ней, чтобы отвлечь от страшных воспоминаний. Настя очень скучает по своим новым взрослым друзьям и мечтает поехать во Львов. Нехотя признается, кого больше остальных ждет в гости. Мой друг. Ладно, скажу его имя. Белка. Это его позывы. А его вообще зовут Леша. Впереди лето. Его девочка ждет с нетерпением самое дорогое в ее гардеробе рядом с вышиванкой. Платье, купленное мамой. Самое лучшее платье. Платье и письма для мамы. Все, что осталось у Насти. Она пишет их часто. Одну бабушка увидела. Случайно. Она нарисовала принцессу. Большое такое платье. Принцесса на горошине. Это ты, моя мамочка. Я взяла, так заплакала. Она свернула и сказала, это мое. В свои 9 лет она настоящая опора для бабушки. Следит, чтобы та не плакала. Помогает по хозяйству. Яйцо. Снесла. Сняла ее. Вдвоем выживают за счет того, что вырастят на огороде и пенсию Ольги Владимировны. Чуть более тысячи гривен. Госслужбы не торопятся давать опекунство бабушке. А значит и помощь на ребенка пока не выплачивают. Сама же Ольга Владимировна даже думать боится о разлуке с Настей. Я это не выдержу. А она тем более. Она со мной с полгодика. Настя уже точно знает. Станет врачом. Буду лечить всех мам, чтобы они больше не умирают. И точка. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Израиле разразился сильнейший скандал. Армия обвиняет правозащитников в шпионаже. Под видом расследования военных преступлений они собирали секретные военные сведения. Теперь делом занялись спецслужбы. С подробностями наш корреспондент Сергей Ауслендер. Организация Шовримштика, или если по-русски нарушаем молчание, занимается сбором сведений о якобы преступлениях израильской армии. Ее активисты следят за тем, как действуют армейские подразделения на палестинских территориях, а потом опрашивают военнослужащих. К ним на интервью проникли люди из другой организации, которая как раз защищает права военных. И сняли весь процесс на скрытую камеру, а потом опубликовали видеорезультат. Произвел эффект разорвавшейся бомбы. Выяснилось, что правозащитников интересуют не только и не столько факты военных преступлений. А когда твой батальон входил в газу, кто вас прикрывал? Минометная батарея. А где находились минометы? В ваших боевых порядках или сзади? Возник вопрос, а какое, собственно, отношение к правозащитной деятельности имеют, например, сведения о количестве бронемашин в конкретном подразделении, о том, какова дальность стрельбы штатного оружия этих машин, о том, какими способами армия ищет тоннели террористов, какие для этого используют приборы. В общем, все то, что имеет прямое отношение к оперативной деятельности военности. В комментарии к этому репортажу бывший начальник службы безопасности Ави Дихтер сказал, что если бы он не знал контекста, в котором происходит этот опрос, он бы сказал, что это совершенно профессиональный допрос солдата для сбора оперативной военной информации. Глава правительства, который обычно дистанцируется от таких скандалов, и тот высказался с осуждением этой правозащитной организации. Служба безопасности Израиля разбирается, куда дальше передавали полученные секретные сведения. Тут выяснилась неприятная подробность. Оказалось, что шовримштика получают напрямую деньги от иностранных правительств, а вот это уже больше похоже на шпионаж, за такие дела в Израиле полагается пожизненное заключение. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интер. Израиль. Драка во время выступления кандидатов президента США. Герой компьютерной игры стал послом ООН, а парижане определили самый вкусный багет. Об этом и не только в нашем обзоре. В американском штате Юта подрались сторонники и противники кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Сотни его оппонентов собрались у здания, где миллиардер выступал с речью. Они скандировали «Мистер Ненависть Бонн» из нашего штата. И даже пытались прорваться в помещение. Путин преградила полиция и сторонники кандидата в президенты от республиканской партии. В итоге произошла потасовка. Персонаж игры Angry Birds из мультфильма по ее сюжету стал почетным послом ООН по климату. Сама церемония произведения в послы прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Генсек организации Пан Гимун одел на персонажа красного почетную ленту. Angry Birds развлекают миллионы людей во всем мире. И теперь они стали счастью того, что делает этот мир лучше, заявил Пан Гимун. Папа Римский завел аккаунт в Инстаграме. Пока в нем только две фотографии, но уже 534 тысячи подписчиков. Папа Франциск активный пользователь интернета. У него уже есть учетная запись в Твиттере. Самый лучший багет в Париже из пекарни Le Parisien. В конкурсе названия лучшей французской булки участвовали 220 пекарей. Для парижских участников состязания это чрезвычайно важное событие. Багет должен быть не только вкусным и ароматным, но также иметь правильную форму и цвет. Булочная победитель целый год будет обеспечивать хлебом Елисейский дворец и самого президента Франции. Весна уже пришла в Индию. Здесь отмечает праздник Холи, фестиваль красок. Испачкать одежду в этот день в стране не боится никто. Прохожие обильно посыпают друг друга сухими красками. Уличные гуляния в Индии продлятся несколько дней. Самый счастливый человек планеты – буддистский монах родом из Франции. 69-летний Мэтью Рикард всегда расслаблен, а во время медитации ощущает мощный прилив счастья. Это выяснили нейрофизики из университета Висконсина, которые 12 лет искали самого счастливого человека планеты. Мозг Мэтью исследовали почти год. Рикард, в свою очередь, поделился рецептом счастья. Прекратить думать исключительно о себе и хотя бы 15 минут в день размышлять только о хорошем. Завтра в 20.00. Не пропустите подробности недели. И вот о чем планируют с вами поговорить авторы программы. Не пропустите в подробностях недели. Самое прибыльное кресло страны. Здравствуй, кролик, третий год. За что торгуются депутаты? И почему до сих пор не ушел Яценюк? Здесь так громко кричали слово «отстаться», но министры Камикадзе лужили в очередной раз. Во сколько же нам обходятся торги политиков? Курортная зона особого режима. Хорошие ожидания не оправдались, и предположения опасные подтвердились. Крым. Два года под Россией. Крымчан просили потерпеть, но кошельки толще так и не стали. Крымские празднования. Без света и воды. Эксклюзивный репортаж. Заработок на крови. Почему никак не остановят контрабанду в зоне АТО? Кому война, а кому мать родная. АТО – это не только кровь и слезы, а и огромный бизнес. В чьих карманах оседают грязные миллионы? Детектив по-одесски. Больше всего кажется странным запутыванием следов. Куда пропал адвокат офицеров российского ГРУ? Я думаю, что с Грабовским Диснеймом что-то сталось. Похищен или сам сбежал? Мы проверили, как можно незаметно исчезнуть из Украины. Ровно в восемь вечера в это воскресенье. А я прощаюсь с вами на неделю. Уже с понедельника по будням самой главной новостью вам будет сообщать моя коллега Наталья Белышева. Смотрите подробности и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова